Я помню тот вечер летний, это был второй или третий день, когда я приехал в Киев, и я шел такой довольно грустный по улице Ярославов вал вверх, со стороны Крещатика, и было уже почти темно, и вдруг я вижу, как на меня надвигается такая огромная человеческая фигура, вот с такими руками. Хватает меня в охапку и кричит, муж, давай! Я так немножко даже сдрогнул, правда было темно, еще свет как-то был не в лицо этому человеку, но по голосу я уже понял, конечно, что это Шеремет, мы с ним обнялись, расцеловались, и не помню, в тот вечер или на следующий вечер пошли в кафе, там рядом с Вайданом кафе есть такое... Он вино любил, мне кажется, больше, чем остальное из напитков, и он пригласил меня в это кафе, и мы там делали интервью И, кстати, сейчас этого кафе нет уже, вот то место, где мы с Пашей в тот вечер сидели, вот почему-то там закрыто кафе уже, этой части кафе нет, я там недавно был, заходил как раз, хотел Паше вспомнить там, с друзьями общался, которые тоже в тот вечер там были, когда мы там сидели Я не знаю, к чему это вспомнил, но просто мы очень мало общались в России, когда оба там жили, потому что мы были из разных миров Паша, он телевизиончик, он такой телезвезда, на самом деле, без кавычек, вот, и без пошлостей А я был такой газетчик, ну, как бы, и вообще разные миры, газеты, телевидение, они почти не соприкасаются уже И виделись там пару раз, и как-то друг другу были достаточно, ну, равнодушны А здесь как-то он так меня встретил, ни с того ни с сего тепло, просто на улице А я приехал, я говорю, это был второй, там, третий день в Киеве, я вообще никого практически не знаю И, и он как вот, как будто такой, знаете, как будто упал меня сверху, и я обнял К сожалению, мы не успели, я думаю, мы не успели пообщаться и не успели даже подружиться по-хорошему Потому что мало виделись всего несколько раз за этот год, что до его, до его смерти Но мы часто звонили друг другу, в эфиры звонил, звонил я и Натули, он мне звонил из эфира, когда он вел эти утренние эфиры О чем-то говорили, все время обменивались мнениями Я могу сказать, что с ним всегда было очень интересно, очень весело, но он такой серьезный был мужик И он очень, очень часто говорил про Белоруссию Ну, может быть, каждая кукушка о своем, я про гонских татар все время говорю, а он про Белоруссию Он слушал, как я говорю про гонских татар И он сочувствовал очень нашему народу, всегда был внимателен и не для прокурмы Знаете, как многие там, ну что ты там говоришь, не мужик, кто там такие, у нас своих проблем хватает Но, а Паша рассказывал про Белоруссию довольно много Ну, и мне это тоже было интересно, потому что, в общем, Белорусс тоже, в каком-то плане, народ, частично народ изгнанник Может быть, изгнанник из свободы, что ли, из вот той Белоруссии, в которой многие белорусы хотели бы жить, в том числе и Паша Он, конечно, очень переживал за свою родину Но, несмотря на все эти наши волнения взаимные И там, всякие переживания, мне кажется, мы всегда общались очень так легко И он был, по большому счету, он был, наверное, веселый человек Хотя, не знаю, это, наверное, близким людям видней Но для меня был веселый, по крайней мере, для меня он всегда ассоциировался вот с улыбкой С той улыбкой, когда он на меня набросился вот на этой улице Ярослава Обнял ее Я, кстати, тогда понял, что, ну, как-то, знаете, переключилось, что я выдохнул Что, ну, в общем, все, это мой город, я тут останусь, я тут буду жить, все будет нормально Ну, Растя, если ты просто так случайно встречаешь на улице Киева-Шеремета, наверное, все должно быть дальше хорошо Ну, вот, у меня хорошо, а Паша нет Спасибо 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 Спасибо